Накануне утром в прохладных водах озера Шарташ на окраине Екатеринбурга двое в стельку бухих пацанов с подружками с парой девиц немногим трезвее своих кавалеров перевернувшись выпали из лодки в двух сотнях метров никак не меньше от озерного берега того что со стороны улочки проезжий в 7 утра даже на суше было не жарко градусов 14 не выше утверждает озерный очевидец лёня один из спасателей позже в комментариях городскому порталу признался выпавшие из лодки были сильно пьяны едва на ногах держались в таком состоянии они наверняка бы до берега не доплыли но проведение в то утро не дремала и оказалось где нужно вместе с одиноким рыбаком который неподалече от берега забрасывал воды шарташа свой невод не исключено что имя того самого незнакомого нам пока рыбака петр и он как новозаветный апостол на утренней заре стал ловцом душ человеческих правда без учителя наш петр сердобольный уральский мужик плавал по небиблейскому озеру на резиновой лочонке и всех молодых бухариков взять на борт конечно же не смог еще бы по свидетельству берегового очевидца те громко визжали и орали что им холодно на лодке отягощенной с учетом хмельного выхлопа дьявольской поклажей ловец петр пытался на веслах догрести до берега но не смог и по мобиле вызвал на подмогу мчс спасательная станция на другом берегу озера шарташ инспектора на моторке минут через десять примчались к рыбацкой лодки правда бухие продрогшие пацаны и девчонки забраться моторку тоже не смогли но крепко уцепившись за борт спасательной лодки доплыли до берега там их пересадили на другую лодку и отправили на лодочную станцию отогреваться на том берегу добрые самаритяне форме составили на тонущих гуляк коллективный административный протокол а утром на сайте регионального управления мчс появилось сообщение о том как неравнодушный рыбак спас молодых людей по случаю случайного исход по случаю счастливого исхода извод шарташа работники госинспекции по маломерным судам напомнили лодочникам о том что в каждом их суденышки в том числе и в лодке кроме спаржилетов должен быть и конец александрова плавучий тонкий корабельный трос с петлей и парочкой ярко оранжевых поплавков и конечно же плавать нужно без бухла даже по неглубокому в общем-то озеру которое наши предки на свой манер нарекли желтым камнем сарытаж и